Сколько вы знаете сборных, которые из чемпионата в чемпионат претендуют на титул, но так и не забрали его? И в этом видео я вам расскажу про вечно претендующие команды. Всем привет, с вами канал Футбольная История. Сегодня вы узнаете, какие сборные могли бы в принципе стать чемпионами, но им всегда чего-то не хватает. И открывает наш топ сборная Чили. В спорте принято считать, что дома и стены помогают. На групповой стадии хозяева соревнований опередили аутсайдеров группы швейцарцев и двукратных чемпионов мира итальянцев. И заняли второе место, уступив лидерство в квартете только триумфаторам первенства планеты 1954 года немцам. В четвертьфинале чилийцы с минимальным счетом обыграли сборную СССР 2-1. В борьбе за выход в финал они в захватывающем матче уступили Бразилии 2-4. А в споре за бронзу оказались сильнее Югославии 1-0. Лидером этой команды стал Лионель Санчес, забивший 4 мяча. После этого успеха сборная Чили неоднократно пыталась пройти дальше 1-8 финала, но все безуспешно. Пятая сборная в моем списке – это сборная Бельгии. И лучший результат, который они добились в своей истории, был на чемпионате мира в России. Они заняли третье место. В группе им удалось набрать максимальное количество очков. Команда выиграла все три матча, в том числе обыграв сборную Англии. В 1-8 финале бельгийцы в увлекательнейшем матче, проигрывая по ходу 2-0, смогли переломить ход встречи и прошли дальше со счетом 2-3. В 1-4 финале они встретились с бразильцами и деклассировали их атакующие подуги, обыграв 2-1. В полуфинале бельгийцы уступили сборной Франции, будущим чемпионам мира. В матче за третье место бельгийцы обыграли сборную Англии со счетом 2-0. Забив 16 мячей, команда установила рекорд по забитым мячам на турнире. Голкипер сборной Тибо Куртуа получил приз «Золотые перчатки» имени Льва Яшина, как лучший вратарь чемпионата. Капитан команды Эден Азар получил серебряный мяч, как второй лучший игрок турнира, уступив полузащитнику сборной Хорватии Луке Модричу. И четвертое место в этом топе занимает сборная Польши с 70-80-х годов. Тогда они дважды заняли третье место на чемпионатах мира. Да, возможно сейчас и не скажешь, что поляки могут на что-то претендовать, но в те времена все было иначе. Стоит подробно рассмотреть путь польской сборной на чемпионате мира 1982 года. В том году сборная Польши заняла второе место в групповом этапе и прошла в следующий групповой этап. Да, тогда существовало два групповых этапа. В следующей группе Польшу ждали более грозные соперники Бельгия и СССР. Матч с советской командой закончился в ничью, а бельгийцы уступили без шансов 3-0. Поэтому Белые Орлы стали первыми в своей группе и попали в полуфинал. В полуфинале Польша играла со сборной Италии. За Италию оформил дубль Пауло Росси, на что Белые Орлы никак не смогли ответить. На этом турнир для Польши не закончился. Ей предстояло сразиться за третье место с Францией. Рене Жерар открыл счет и подтвердил серьезные намерения Франции. Поляки не растерялись и за 6 минут сравняли счет, а после вырвались вперед. В той встрече забили Стефан Маевский, Анжей Шармах и Януш Купцевич. Французы в ответ забили еще один мяч, но финальный счет 3-2 остался в пользу Польши. Так Белые Орлы заняли третье место в списке сильнейших команд мира. Ну что, мы переходим к нашему ТОП-3. И третья команда в этом списке – это сборная Венгрии. Не просто сборная, а грозная сборная Венгрии. Да, именно так их можно было назвать еще в первой половине 20-го столетия. С начала века и до 1950-х годов Венгрия являлась без преувеличения самой футбольной нацией в Европе. Золотая команда. Как в Венгрии, так и во многих других странах мира называют венгерскую сборную начала 50-х годов. Еще до начала чемпионата мира всем было ясно – чемпионом станет Венгрия. С 4 июля 50-го года и до самого начала первенства мира 1954-го года это чудо команды никому не проигрывал. Решающий матч поначалу казался венграм легкой прогулкой. На 6-й минуте капитан Фернс Пушкаш забил свой гол, а на 8-й отличился левый край Золтан Циборг. Игра была вроде бы сделана, но только упорные немцы так не думали. Еще пара минут и лучший вратарь мира той поры Дьюла Грошич достает мяч из ворот после удара Макса Морлок. А вскоре в дело вступил и Хельмут Ран, 2-2 после первого тайма. А на 84-й минуте 64 тысячи зрителей увидели и решающий гол в его исполнении. Именно так золотое поколение венгров потерпело первое поражение за 4 года, не проигрывая на протяжении 32-х игр, что до сих пор остается рекордом. Вторая команда в нашем топе – это сборная Хорватии. Я уверен, что у многих еще свежи воспоминания о чемпионате, который проходил в России, и как эта сборная расстроила нашу страну в серии пенальти. Но спорт есть спорт, и эта команда по праву считается одним из лучших, ведь они вышли в финал и заняли второе место. На этом чемпионате Хорватия оказалась в группе D с Нигерией, Исландией и Аргентиной. Она одолела сборную Нигерии со счетом 2-0 и сборную Аргентины со счетом 3-0. Благодаря этому она прошла в плей-офф на мундиале. 26 июня хорваты победили сборную Исландии со счетом 2-1. В группе D сборная Хорватии заняла первое место. В 1-8 финала хорваты обыграли сборную Дании по пенальти 3-2. В 1-4 финала Хорватия снова обыграла сборную, на этот раз сборную России, по пенальти со счетом 4-3. В полуфинале сборная Хорватия одержала победу над сборной Англии в дополнительное время 2-1. Выйдя в финал чемпионата мира впервые в историю. В финале хорваты уступили сборной Франции со счетом 2-4 и стали серебряными призерами турнира. По итогу чемпионата Лука Модрич был заслуженно признан лучшим игроком. А в конце года он получил золотой мяч. Награда, которая ежегодно вручается лучшему игроку сезона. Я считаю, что это поколение хорватов по-настоящему золотое. И я уверен, что они еще смогут побороться за медали на чемпионате мира в Катаре. Пиши в комментариях, если думаешь так же. И самая титулованная сборная – это сборная Нидерландов. Мне кажется, они прям очень сильно не хотят выигрывать чемпионат. Эта команда трижды занимала второе место и один раз третье место. У этой команды было уже просто несколько золотых поколений, которые обязаны были выигрывать чемпионаты мира. Но удача иногда не на стороне золотых поколений. И сегодня я хочу затронуть команду 2010 года. На чемпионате мира в ЮАР Голландия смогла занять первое место в своей группе. После чего голландцы встретились со сборной Словакии, которая сотворила главную сенсацию чемпионата, выбив со стадии группового этапа действующих чемпионов мира итальянцев. В команде оранжевых Ариен Робен забил достаточно быстрый гол. Впрочем, это везение вытекало из логики игры. Оказавшись в роли отыгрывающихся, словаки не совсем понимали, что им делать с мячом, а голландцы не форсировали события, дожидаясь удобного случая. Таковой представился на 84-й минуте, когда Уэсли Снейдер в быстрой контратаке забил второй гол. Это уже была победа. Свой единственный мяч словаки забили с пенальти на 4-й добавленной минуте. И времени на то, чтобы отыграться, у них попросту не было. Солдаты Дунги. Так по фамилии главного тренера называли ту сборную Бразилии. Карлос Дунга создал команду по своему образу и подобию. Физически мощную, жесткую и рациональную. Уже на 10-й минуте Робиня поразил ворота Мартина Стекленбурга. Но голландцы не побежали, сломя голову, атаковать ворота бразильцев, а планомерно выстраивали свои атаки. Ответный гол был забит не без доли везения. После не сильно опасного заброса мяча в штрафную бразильцев, там столкнулись вышедшие из ворот Джулио Сезар и Филипп Мелло. 15 минут спустя того же Снейбера почему-то забыли при розыгрыше углового, и он забил. Встреча так и завершилась в пользу оранжевых. В полуфинале голландцы одолели сильную сборную Ругвая со счетом 3-2. В финале же Львам предстояло встретиться со сборной Испании. Пожалуй, сильнейшая сборная тех лет, пусть и на этом мундиале они играли достаточно прагматично. В первом тайме сборная Испании владела инициативой, а самый опасный момент у ворот Стекелинбурга возник после удара головой Серхио Рамоса. Но голкипер выручил команду. У сборной Голландии мог забить Роббен, но Кассилис справился с его ударом в ближний угол. У Роббена еще было пару стопроцентных моментов, которые он не смог реализовать. И теперь ему они будут точно сниться в страшных снах. Матч перешел в овертайм. На 109-й минуте второе предупреждение получил Джон Хейтинг, и голландцы откровенно стали играть на удержание счета. Дотерпеть не получилось 4 минуты. Андрес Эньеста с передачи Сеско Фабрегаса забил победный гол. Так испанцы стали чемпионами мира, а голландцы в очередной раз только вторыми. С вами был канал Истории Футбола. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и обязательно подписывайтесь, ведь скоро здесь будет много интересного контента. До новых встреч!